Счастье Сложно прям на все сто с тобой. А вот скажи, как ты считаешь, что самое важное в жизни? Счастье. Ну, счастье это что такое? Допустим, когда ты радуешься за другого. Почему ты радуешься за другого? Потому что ты любишь другого. И если ты, особенно, делаешь что-то сам для него, какую-то вещь сам делал, и он радует. То ты думаешь, что я живу не зря. Я кому-то могу в жадость заставлять. Подожди, а как понять, что я люблю человека? Если он все за меня. Если он меня как-то греет. Если он меня спасает, если что. Если помогает мне. А любят просто так или за что-то? Просто так обычно. Обычно надо любить просто так. Если любовь встретилась. Любовь. Она. Я. Это какой-то человек. Я его не люблю. А этого я люблю. Просто два человека, и этого я люблю. Ни за что. Потому что он такой и есть. Слушай, ты гениальные вещи говоришь. Кто тебя этому научил? Жизнь. Природа. И говорится, если ты человека любишь, что тебе не жалко... Вот владелец, ты прямо настоящий. Лучше тебе не жалко столько труда потратить ради него. И в итоге польза будет не себе, а ему только. А ты будешь радоваться. Правильно. Но это и есть бескорыстная. Потому что это любовь. Да. Вот что такое любовь. Бескорыстная любовь. Бескорыстная. И любовь бескорыстная. Вот у меня только бескорыстная. Любовь ко всем людям. А как ты вот считаешь, что самое большое зло это что? Когда ты не знаешь, что с собой делать. Когда ты считаешь, что не только другие все плохие, что и ты сам плохой. И вообще твое сердце не из чего состоит. Что ты вообще будто не живешь в этом. Вот что такое зло. А что бы ты посоветовал вот всему человечеству? Какой-то совет бы был у тебя? Быть добрыми. Любить. Радоваться. Потому что ты человек людьми, которыми ты любишь. Это тебе удовольствие доставляет. И еще делать обязательно очень сильно много сил тратить. И в итоге доставляется счастье не тебе, а другому. Ну в итоге польза доставляется не тебе, а другому. А ты ни кабельки не думаешь. Почему я это вот даже бесплатно трачу свои силы на него. Мне ничего не получилось. И так не думать совсем, как ты это любишь. Просто работать ради него. Доставлять ему счастье, пользу. И самому радоваться надо, что он счастлив. Вот это настоящий любовь. Вот надо вообще радоваться, что все счастливы. Вы понимаете, да? Я понимаю, Петь. Но что делать мне? Я вот все время... Мне грустно все время. Я грущу. Правда? Да. А это правда, да? Это правда. Реально правда? Это реально правда. Почему мне грустно? В чем причина может быть? Что родители умерли, друзей нет, братьев, сестры нет. У меня есть. Родственников нет, никого нет. Все есть. Все есть. И я грущу. Не любят они не вас. Любят. Значит, я неправильно делаю. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Может быть... Еще может так быть. Могут любить. Все хорошо, значит, все реально любить. А может оказаться, что как-то жизнь сейчас скучновато. Что как-то почему-то особенного ничего нет. Вот солнышко бонялось. Это особенно, что солнышко бонялось. Такое ощущение может быть, что все особенно. Но скучно. Ничего особого не происходит. То есть грустно от скуки? От скуки. От ненависти. Ненависти. Ненависти, это когда не любишь. Слушай. Грустно. От... Я сейчас скажу еще. От чего? От чужих пострадалок. Ну, когда чужой даже незнакомый человек, с которым ты никогда общался со себя пострадал, то ему может быть тоже жалко. Его. Грустно может быть, что кажется, что Бог тебя не любит. На самом деле он всегда любит. И грустно может быть вообще, потому что все. Все вокруг не нравится. Вот бывает. Все вокруг не нравится. Все время раздражительно. Такое настроение. А что делать тогда? Что тогда делать? Помедитировать. А самое главное, помолиться. Сделать какие-то спортивные упражнения. Принять душ, допустим. Попить чай. Подумать о хорошем. Подумать, что может случиться. Помечтать. В небеса посмотреть. К Богу повернуться. Вот это помогает делать сейчас. И вода очень много. Как и молитва, будто все дискомфорты и всю боль смывает. Или вода чистая. И еще главное, надо все делать с душой. И все время догадываться, что все сделано с душой. Даже если ты что-то покупаешь и сделано это без души. И ты вот думаешь, это с душой сделано. И молишься, чтобы это было с душой. Так когда там уже раз кто это делал, ему это может понравиться. И он станет делать с душой. Главное иметь двери к Богу открыть. И все время все делать с душой. Вот мои слова. Вот что я считаю. Петь, последний вопрос. Да. Что делать, если и ты любишь человека, а человек тебя не любит? Безответная любовь. Как быть? Я сейчас скажу, как быть. Надо просто... Это со мной никогда не случилось. Безответная любовь. И знаете, что надо делать? Как быть? Надо все-таки... Налить воду. Чистую воду. Какую-то, может быть, из горного источника что-то. Помолиться. Более этого выпить ее. И помыться ее. Я так считаю. Более этого надо быть на природе. Обязательно только на природе. Где там даже электричество нет. Дикой природе. Вот где ничего нет, кроме тебя там. Более этого надо встать. Поприветствовать солнце, облака, небо, космос, планеты. Все-все надо поприветствовать. И после этого сказать Богу, чтобы он, пожалуйста, сделал мне чуть-чуть хотя бы сердце, дал мне любовь. И помолиться за любовь. И когда может так случиться, что любовь приходит, если о ней мечтать? Молиться. То есть... Медитировать. И все эти... Простите. И все эти дела делать. Это обязательно. Это необходимые вещи. Надо обязательно сделать такие вот дела к небесам, а не вниз. У нас должен быть мир светлый. Потому что светло сильнее темноты. И как бы сказать самое главное. Вот самое главное. Самое главное это, конечно, приветствовать Бога. Любить всех, всех людей. И знать, что эта любовь к тебе вернется. И что есть... И надо что-то еще сделать ей приятное. Рассказать... Рассказать что-то приятное. Кому ей? Да. Которая тебя не любит. Может быть, эта любовь придет. И надо об этом главное мечтать. Приветствовать Бога. И все эти дела необходимые делать. Спорт. Святая вода. Приветствия небесам. А еще, простите. А еще... Традиции такие. Чистенькие. Такие. Медитации всякие. Слушай, ну это хороший совет. А что делать? Вот есть люди, которые не верят в Бога. Как им тогда быть? Не все же верят в Бога. Ну надо когда просто мечтать. Все равно их Бог любит. Надо мечтать. Надо просто, вот смотри, наслаждаться жизнью. Вот. Ощущать все это. И может быть потом, когда это сердце откроется, он станет верить в Бога. И в это сердце вот вся его, может быть, любовь поместится. Если знать и мечтать. Вот так. Слушай, так если... Хорошо. То есть, если ты мечтаешь о любви... И молиться. И молиться главное. А если ты... Не знаю. Если ты никак не можешь Бог поменять. То думай о хорошем. Думай о других, какие они хороших. Сердце откроешь и оп! Ты поверишь в Бога. Это самое главное, что есть в жизни. Мечтать и верить в Бога. Ну и делать добро людям еще, если что. И когда в деле это все делать, то обязательно даже сердце грязное, которое к Богу не откроется, станет чистой и откроется к небесам и к Богу. Ты влюблялся когда-нибудь? Нет. Вот это самое главное. Но я потом знаю, что когда-нибудь влюблюсь. А ты сам о чем мечтаешь? О том, что все были счастливы. И я был счастлив. И чтоб у меня все было хорошо. И у всех. Чтоб никто не страдал. И я сам не страдал. И у всех было все хорошо. И у меня. Вот так. Все. Даже у любой мошки. Академия. Курс. Академия. И у всех. Академия. И у всех. Существует.